Жительница улицы Краснозвездной Татьяна Степанова за свою жизнь сменила пять квартир. Везде была председателем Совета многоквартирных домов. Говорит, что не было раньше такой компании, которая сразу идет на контакт. Мы ушли на пенсию, теперь мы, значит, хотим что-то благоустроить, что-то сделать в подъезде, что-то сделать около дома. И вот когда обращаемся в домоправляющую компанию, ну, в частности, вот, чаще к Нине Васильевне, к директору, конечно, всегда находим взаимопонимание, она всегда находит время, чтобы с нами поговорить, выслушать даже иногда наши бредовые идеи. Мы установили с помощью домоправляющей компании заборчик по всему периметру, высадили цветы здесь. Конечно, у меня есть активисты в Совете дома. Сейчас, в период пандемии, главная забота домоправляющей компании, а у них в ведении 14 домов, это санитарная обработка подъездов и объектов общего пользования. Дезинфицируют ДУК ежедневно своими силами и еще раз в неделю приглашают подрядную организацию. Обрабатывают все – входные группы в подъездах, внутри домовые помещения, кнопки домофонов, ручки дверей и детские площадки, которые сейчас пока что закрыты. Уборщицы у нас убираются ежедневно с хлорными содержащими составами. И плюс к этому ежечасно у нас есть человек, который проходит и протирает кнопки лифтов, входные ручки, кнопки домофонов, и чтобы не было никаких проблем у наших жителей в случае, когда они выходят. Представители государственной жилищной инспекции Нижегородской области проверили дворы этого жилого комплекса. Смотрели все – и благоустройство, и дезинфекцию. Поговорили с жителями. С директором управляющей компании здоровается 90% людей. Ее знают все в лицо, она знает многих граждан. И общение поименно и с жителями, и с работниками, сотрудниками управляющей компании. И как расчет, что немаловажно, сотрудник управляющей компании видно на территории. Есть дворники, есть сантехники. В любое время, когда какой-то возникает вопрос, директор берет трубку, через минуту буквально появляется сотрудник и решает этот вопрос на месте. Представители ГЖИ напоминают, что если в вашем подъезде или дворе не проводится дезинфекция, то нужно обращаться в свою домоуправляющую компанию. И если она не выполняет своих обязательств, то обращаться непосредственно в госжилинспекцию. Штраф за невыполнение предписания специалистов ГЖИ для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических от 100 до 300 тысяч. Артемий Котков и Николай Прохоров. Время новостей.